Дорогие друзья, Андрей Разин с вами. Ну вот, я вам ставлю интервью, вы посмотрите, с каких лет, еще с тех лет, начало 2000-х, где Малахов являлся провокатором. И вы посмотрите, какие вопросы он задает солистам группы Ласк Майну, в частности, Саши Прика. Саша Прика тогда получал с концерта 50 рублей. В день у нас было два концерта, таким образом, Саша получал 100 рублей в день. Инженер в России получал 200 рублей. Борис Абрамович Березовский получал, как экономист, 230 рублей в месяц. А мои ребята получали по 100 рублей в день. И вы посмотрите, как он травит, как он говорит, что вы проститутки, что бы вам Разин там не сказал, вы будете говорить. И вот с тех лет Малахов постоянно подстрекал и Юру Шатунову в последние годы его жизни. Травил на меня, собирал артистов, вызывали негатив. А что же я плохого делал? То, что люди там потом ушли с Ласкового Мая, продали свое имущество, кто-то пропил. Кузнецов, Сергей Кузнецов получил тоже почти миллион долларов. 280 тысяч долларов сначала я ему заплатил в 89-м году. Потом в 92-м году еще 280 тысяч я ему заплатил. Потом я ему платил зарплату до 2008-го года, как художественному руководителю центральной творческой студии для одаренных детей «Ласковый май». Хотя с 1989-го года он даже ни разу не приезжал в Москву. И никогда не был в Москве. В РАУ ходил, вместо него подписывал бумаги Рашид Дарабаев, наш администратор. Кстати, они там следствие какое-то ведут. И Кузнецов говорит, что он никогда не приезжал в Москву с 1989-го года. А кто ж тогда в РАУ ходил? И, кстати, в Новосибирске его тоже в филиале не было. Все бумаги, которые я видел, это все подписанные Рашидом Дарабаевым. Сергея Кузнецова вообще там подписи нигде не было. Но даже Сергей Кузнецов чистился до 2008-го года в здраве, в полном здраве, к художественным руководителям «Ласкового май», где он прилетал периодически ко мне в Сочи. Есть фотографии в 2004-м году, в 2008-м году, в 2007-м году. И только в 2008-м году он уволился с работы. И вы посмотрите вот эту желчь, посмотрите маленькое видео, которое я вам ставлю. И вспомните, что Малахов был здесь. Я считаю, что Малахов спровоцировал эти убийства. И то, что убили Юру, эта бригада, которая, наслушавшись, Малахова и вот таких вот журналистов. Это вот люди, которые этих бедных пацанов детдомовских травили на меня профессионально, называли их проститутками. А что ребята могут сказать? У Саши Прика было две квартиры, дача. У Созеркова я купил квартиру, когда его выгнали из дома. Машины я им покупал. Деньги я им давал. Юра Штунов всегда говорил во всех интервью, что ему покупали все, что он хочет. И когда паспорт, говорят, у него забрали, Малахов говорит, у него забрали паспорт. Во-первых, если вы посмотрите паспорт, там написано, родился в городе Кумертау, Башкирской ССР, Оренбургской области. И мне сказали, что этот паспорт недействительный, потому что Кумертау, Башкирской ССР, это автономия. И она не может входить в Оренбургскую область. Была ошибка допущена в паспорте, который выписали Юре Шатунова прямо в кабинете Галины Федоровны Венедиктовой. В Венедиктовой фильме «Почем нынче ласка?» вы можете увидеть этот паспорт. И мы, естественно, его забрали, этот паспорт. Им нужно было там 2-3 недели, чтобы его переделать. И Кудряшов записал это провокационное интервью, что Юре Шатунову не дают гастролировать на всякий случай, что у него забрали паспорт. Потому что был гастрольный тур, прерван на 3 недели, так как у Юры не было паспорта. Он исправлялся, убирали Оренбургскую область в этом паспорте. Когда вы в фильме внимательно посмотрите, вы увидите, что начальник милиции от волнения допустил ошибку и выписал ему, что Кумертао, касса Башкирской ССР, входит в Оренбургскую область. Поэтому все это ложь. Я считаю вообще Малахова соучастником и организатором убийств в группе «Ласковый май». И вся ненависть, которая в группе «Ласковый май» была. И потом дельцы типа Васильева взяли это все в оборот и начали до сегодняшнего дня мучивать нашу группу и мучают наших участников. И Руслана Филатова уже арестовывают, возят в Москву и выкидывают его в аэропорту без средств существования, без телефонов. Этот беспредел, который я буду обращаться к генеральному прокурору, к Владимиру Владимировичу Путину, этот продолжается беспредел. Но посмотрите, как это все начиналось. Малахов, ты убийца. Это я тебе говорю. Потому что именно твои репортажи, вот этот черный пиар в отношении «Ласковый май» спровоцировал все, что случилось с группой «Ласковый май». А вот результат, посмотрите. А что, вот тут такие цены, Андрей рассказывает, получали. Вот, пожалуйста, Саша Прикосе, 50 рублей с концерта получал, который работал на сцене. 50. 50 рублей. Никаких, никаких, никаких. Кузнецов с Райзином разбежались. В один момент, в 89-м году, мы еще были пацанами. Ну и по всем этим трюмам, ну скажи вот так вот, ну мы же дураки еще мелкие. Ну да, вот, а что он обманывал-то на самом деле? Нам платили зарплату, мы работали. Что он, Райзин меня не обманывал. Все было отлично. У вас есть квартира? У меня все есть. Андрей, Андрей. У меня две квартиры, дача. То есть вы, вы как проститутки, вам дали 50 рублей, вы скажете, что Райзин плохой. Сегодня Райзин вам дает деньги, Райзин хороший, и вы говорите, что он наш бог. Так я понимаю. Так оно и было. Райзин плох. Райзин плохой.